Всем привет! Сегодня мы будем создавать вот такой текст В таком стиле, не сложном достаточно Только здесь я допустил ошибку, букву R забыл Да, грубая достаточно ошибка Ладно, приступим, открываем Cinema 4D Идем в Mograph Объект текст, отлично Как я уже говорил, если нет у кого такого раздела, значит Скачайте версию Cinema Studio, по-моему, в этом фишка Ну, либо активировать ее как нужно Так, пишем Так Только, наверное, без шрифта, да Отлично, выбираем глубину на 75 сантиметров Чтобы он был шире В шрифт выбираем Так Где же он? Вот он Отлично По-моему, это он Да Теперь сразу создаем ему окантовку Как вы видите Выбираем здесь сплайн И выбираем прямоугольник Сплайн-прямоугольник Ну, нам нужно, чтобы Насколько я знаю Чтобы Наш, ну, текст У него была такая окантовка прямоугольного типа Ну, хотя, подождите Давайте сделаем ему все-таки окруженность Ну, сейчас вы все поймете Делайте просто мои действия Потом все объясню Итак Сплайн далее Выбираем здесь другой сплайн Сплайн-текст Текст Значит, пишем то же самое название Тоже, те же самые буковки Все то же самое Берем шрифт Опять же, тот же И, как видите Уже есть окантовку Нашего текста Но мы ее не видим пока Далее Чтобы ее видеть Нам необходимо Придать ей форму Свип-норпс Убираем такую Такую функцию Кидаем в нее Прямо вот Появляется вертикальная стрелочка И Зажимаем, значит Левую кнопку мыши На текст Тянем вверх В наш свип Кидаем Потом берем окружность Появляется горизонтальная же стрелочка И кидаем под текст Стою секунду Местами теперь их меняем Раз Вот так вот и все То есть То есть вот так вот Дальше Выбираем инструмент Масштабирование И тянем просто вот так в сторону Собственно окантовка у нас появилась Достаточно интересная, да? Значит, что мы сделали? Мы сделали Свип-норпс Такая функция При которой Ну, в общем Сами видите Происходит Мы придаем форму Форму нашему Нашему объекту Какому-то В данном случае Этот объект был текст Мы кинули в свип-норпс Но Также нам нужно Сказать Какой именно Какой конкретной формы Он будет Эта окантовка Округлая Как сейчас Либо Сейчас что-нибудь делаете Я покажу просто Либо она Прямоугольная Если мы, например На место это поместим Прямоугольник, да? То есть Вы видите Появляется Окантовка стала Более угловатой Но Этого мы делать не будем Просто отменим Все Отменим все действия Ну и Тут также любые формы Можете Надеюсь Все понятно Если что-нибудь Понятно Пишите в комментариях Так Отлично Дальше Создаем Что-то долго 4 минуты Создаем Один текст Один всего лишь И Вот так вот Пишем Текст А подожди Так и было написано По-моему Текст Только по-русски Ну ладно Выбираем Текст Так это можно Закрыть Текст С рифт Выбираем Вот этот Ну и У вас С стд Какой-то Не знаю Здесь Окантовку Мы не будем делать Но будем делать Кое-что другое А да Глубину Выставляем Тоже на 75 Сантиметров Как хотите Выставлять Я сделаю так Здесь Выбираем Такой Раздел Крышки Начало Ставим Здесь Крышка И фаска И Стало Текст У нас Более Округло Округловатый Такой Значит Число Сегментов Давайте Перейдем В режим Быстрое Затемнение Мы видим Все Сегменты И Что Собственно Происходит Значит Число Сегментов Это Насколько Будет Сглажены Вот эти Края То есть Чем больше Тем Они Сглажены А Это Радиус Насколько Будет Большая Вот эта Толщина То есть Таким То Здесь Ставим Думаю Единичку Да Вот так Три Сойдет А здесь А здесь Еще Десять Поставим Чтобы Было Все Максимально Округло Круто Теперь Теперь Необходимо Сделать Следующее Выделяем Объект Текст Нажимаем Shift Выбираем Sweep Нормс Нажимаем Alt G И Теперь У нас Объединились Они Точнее В группу Присоединились На английской Раскладке Только Все это Делайте А то на русском У нас Ничего не Получится Горячие Клавиши Далее Ну все Теперь Мы можем Двигать Нашу Окантовку Вместе С текстом То есть Не только Вот эту Окантовку Отдельно От текста Видите Она остается На месте А весь Текст Сразу Круто Далее Теперь Нам просто Необходимо Разместить А да Нажимаем Настройки Рендера Выводе Пишем Качество Которое Вас Интересует А это Простое HD Качество Никакого Full HD Никакого 1920 на 1080 Простое HD Небольшое Разрешение Так Хорошо А теперь А ну теперь Просто их Надо разместить Закомпоновать Скажем так И Собственно Все Далее Предлагаю Кое что узнать Точнее Уточнить Мы будем делать Кубики Или шарики Сзади Вот это Ну сферы Точнее Вот это Непонятно Точнее Я не знаю Что лучше Сделать Давайте Попробуем Шарики Сделать Убираем Объект Сфера Число Сегментов Увеличиваем На 30 Ну это Не обязательно Она просто Будет Более Округлая Без Особых Грани Как видите Если мы Меньшим До 5 Это будет Вообще Уже Рома Какой Ну Ладно Теперь Так Уменьшаем Это дело До Определенно До нужного Нам Размера До любого Размера Сойдет Думаю Я надеюсь То что я делал Это не надо Объяснять Просто повторяйте Движение Что тут Непонятного Я просто Уменьшаю Размер Сферы Либо Можно Тянуть Вот за Такой Оранжевый Оранжевый Точек Тоже Уменьшается Размер Интересно Ладно Ставим Нужный Размер И Относим Назад Чуть Да Теперь Для того Чтобы сделать Больше Количества Этих Сфер Нам Нужно Да Такие Ксики Есть Ладно Нам Нужно Выбрать Объект Клон И Поместить Туда Нашу Сферу Когда Мы Помещаем Какой-то Объект Происходит Трансформирование Скажем Так Далее В Объекте Клон У нас Есть Определенные Настройки Это Настройки Нашего Объекта То есть Например Выбираем Сферу Здесь Настройки Сферы Клон Здесь Настройки Клона Режим Выбираем Каркасный Число Ну давайте 4 4 Отлично И Размерчик Все-таки Надо уменьшить Только Размер Сферы Отлично Появляются Здесь Такие Точечки За которые Можем Подтянуть На объект Клон Нажимаем Тянем За них И У нас Они Двигаются По оси XYZ То есть Вы Сами Видите Отлично Все Теперь Необходимо Это дело Подровнять И Поместить Назад Сюда Круто Далее Добавляем Эффекторы Эффектор Случая И Что-то Непонятное Произошло С нашими Сфер Ой Это эффектор Шейдер Не то Что-то Взял Да Это не то Эффектор Эффектор Случа Вот он Да Так Значит Нажимаем На объект Клон Выбираем Здесь Эффекторы Вот Все это Трансформирование Ну вот Объект Клон Выбираем Эффекторы Кидаем Сюда Эффектор Случа Переносим Просто И шарики Наши Располагаются В Случайном Если Гори Другом Языке Рандомном Порядке Вот Далее Можно Их Увеличить Нет Давайте Не их А увеличим Сначала Уменьшим Сферы Вот так Вот уменьшим И увеличим Объект Клон Отлично По сути Они не должны Нигде Пересекаться Да Ну нет Вот Пересекаются Да Фигово Конечно Ну ладно Ничего страшного Разберемся Можно Их уменьшить Раздвинуть Ну Это не суть Хорошо Теперь Просто Напросто Берем Нажимаем Control Нажимаем Потом На стрелочку И тянем Ее Вниз Опять Выбираем Первый Объект Клон И Тянем Ее Ну давайте Перевернем Нижний Вот этот Чтобы Ну было Какое-то Разнообразие На 180 Градус Отлично Далее Этот клон Тоже сюда Двигаем С зажатым Контром Так и банальное Да Согласитесь Банально Очень все Делаем То есть Никаких Сложностей У вас Не должно Возникать Можно Уменьшить Правда Могут Появляться Кстати Говоря Лаги Потому что Слишком Большое Количество Объектов Да Отлично Все Получается Какая-то Хрень По сути Сначала Кажется Да Но Не все Так Фигово И В объекте Клон Мы можем Кстати Говоря Трансформировать Ой В объект Можем Уменьшить Мне кажется Число Этих Сфер Давайте Везде Так Сделаем Зажимаем На одну Объект Клон На один Далее Зажимаем Shift До верха Выделяем Зажимаем Ctrl Убираем Эффектор Случа У нас Выделился Идем В Сюда Число Попробуем Получится Да У нас Получается Но Все кажется Более Уменьшилось Как-то Да Отлично Теперь Открываем Эти сферы Ух ты И Увеличиваем Открываем Отлично Здесь Немного Не то Более Все Кучно Поэтому Давайте Придерживаться Предыдущего Проекта И Сдвинем Их Более Более Кучно Скажем Так Кучнее Или Даже Просто Увеличить Стоит Отлично Тянем За ползунки За наши Вертим И Здесь У нас Скопилось Огромное Количество В середине Этих Объектов Так что Нам нужно Их Раздвинуть Слева Да В принципе Сойдет Так Все Надеюсь Что-то Получится Из этого Путное Очень Надеюсь Хорошо Эти Так Все Текст Надо Отоздание Не надо Текст Отодвигать Все Отлично Теперь Думаю Пора Создать Материал Двое раза Кликаем По этой Панельке Создается Материал Это не обращать Внимания Итак Создали Материал Цвет Мы Выбираем Так Как тут Нажимаем Розовый Окей Розовый Так розовый Тут поярче Слеганца Отлично Глянец Будет у нас Устренький Вот такой Вот Да Так Такая Вот Петрушка Все И Закрываем Далее Зажимаем Control И Знаете Так Здесь у меня есть Походу еще Отражение Да Да Кликаем Два раза Нажимаем Галочку На отражение Выставляем Фрэнель Это такой Вид отражения И Уменьшаем Интенсивно До 25 А Уровень До 35 То есть Это Если мы Например Увеличим уровень То мы видим Рефлексы По бокам Да А если Наоборот Интенсивность То пропал У нас Цвет Можете Поэкспериментировать Все Сойдет Отлично Нажимаем Control И тянем Наш материал Влево Ну или вправо И Два раза По нему Кликаем Это у нас Тот же материал Только Выбираем Другой цвет Давайте Выберем Ахристый А здесь Так Только чуть-чуть Поярче Цвет Говна Какой-то Извините Да Все Глянец Ну все Оставляем Также Режим Пластик Тут есть Разные режимы Метал Цветной Я убираю Пластик Отлично Также Зажатым Control Копируем Влево Цвет Убираем Фиолетовый Отлично Также Все делаем Снова Сжатым Control Убираем Здесь Зеленый Отлично Так И Голубой 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 А теперь Нам нужно Создать Материал Этому Создавали Материал Для наших Шариков Так Сейчас Посмотрим Так Вы ничего Не делаете Я просто Удалю Предыдущие Материалы Которые Нам не Нужны Теперь Мы Зажатым Control Выносим Отсюда Вот этот Материал Христ И убираем Здесь Отражение Убираем Оставляем Глянец Повыше Чутка Также Копируем Его И здесь Убираем В цвете Фиолетовый Отлично Все это Выглядит Не очень Круто И поэтому Нам сейчас Необходимо Будет Поработать Над этим Значит Что мы делаем Мы Эффектор Вниз Опустим А то он тут Мешается Нажимаем Первый Объект Clone И на Последний И нажимаем Английскую C Либо Вот сюда На эту Штучку У нас Объекты Перевелись В Режим Редактирования То есть Мы сможем Их двигать По отдельности Каждый Объект Только Нужно На него Нажать И Этот Способ Я не знаю Может быть Есть какой-то Более Простой Но Двигаем Их Чтобы Они там Не сливались То есть Может быть Сделать Взаимодействие Между ними Можно сделать Чтобы они Отталкивались Друг от друга И чтобы Не пересекались Но это Мне кажется Как-то долго И не нужно И это вообще Нужно делать Для анимации Каких-то объектов Шаров Сфер Ну вообще Чтобы Именно было В них взаимодействие А здесь Я думаю Просто так вот Мышкой Пошурудил Да и все И Подправил Все И теперь Кидаем Объекты Совершенно Случайно Наш цвет Точнее Делаем Их По вкусу То есть Случайно Делаем Цвета Чтобы они Не были У нас Одно То есть Справа Зеленый Слепо Голубые Чтобы этого Не было Мы их Перемешиваем Между собой Можно Сферы Просто Перемешать Вот так Но я Выбираю Делать Значит Делаю Таким Способом То есть Я просто Кидаю Цвета Разные На объекты И самое главное Здесь Посмотреть Каких цветов Больше И следовать Их Темного Уравнять Между собой Да Отлично Все Да Так Голубого Не хватает Зеленого Еще Все Теперь В А да Теперь Кидаем Материал На текст Чуть не забыл Фиолетовый Мы кидаем На Давайте Сейчас Делаем Так Выбираем Где у нас Объект Текст Ноль Объект Вот он Можно Два раза Кликнуть И запечатать Что это Текст Да Вот В Свип Норбс Это наша Окантовка Мы ее делаем Фиолетовый Кидаем На нее Материал А На сам Текст Будет Желтый Вот Замечательно Теперь Нам Что нужно Сделать Нам нужно Сделать Свет Выбираем Свет Круто И Знаете Окантовку Я так Подумал Давайте Выберем Объект Затемнения Гура Вот этот Свип Норбс Мы увеличим Пожалуй Увеличим 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 Как сказать В общем Радиус Текст Обвод Обвод Это Окантовки Заметь Сфера У нас Вылезла И Отдаляем Назад И Эту Тоже Так Все Выставляем Под камеру Чтобы Ничего Не вылезало За камеру За За рамки Все В настройках Выставляем Эффект Окклюзии Окружения Самый знаменитый Эффект Который Всем пользуются Потому что Это самый простой И самый А эти эффекты Все остальные Более сложные Более нужны Для Для Профессионального Какого-то Рендера С Профессиональными Настройками Выставляем Такую банальную Окклюзию Окружения Которая отвечает За И то Не меняем Какие настройки Которая отвечает За 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 Микротени Чтобы было Все Чики-пуки Чтобы были Всякие Микротени От микрообъектов Скажем так Да Вот Ну и Глобальное освещение Потому что Оно нам сейчас Понадобится Далее Создаем Плоскость Переносим Ее Вверх И Давайте так Нажимаем На красную Полосочку Нажимаем Shift И Двигаем По направлению К Нашей Композиции Отлично Уменьшаем Это Уменьшаем Случит Немножечко Хотя Нафига уменьшать Она и так Нормальная И Да Отлично Все Зажимаем Нажимаем На стрелочку Зажимаем Ctrl Зажимаем Shift Или Да Нажимаем Ctrl И Копируем Следовательно Мы нажали Ctrl Копируем Нашу Плоскость Мою Плоскость Все Создаем Материал Новый Кликаем По нему Два раза И Выбираем Здесь Убираем Здесь Убираем Нажимаем Галочку На Самосвечение Выбираем Гляньте Цвет Самосвечение Это Название Говорит Само за себя То есть Объект Будет У нас Светиться Издавать Свет Значит 150 Яркость Будет Такова Отлично Кидаем Так Давайте Выделим Значит Alt G Нажимаем И Кидаем Материал На 0 Объект Следовательно На Все Объекты У нас Кидается Этот Свет Можно Просто Выделить И Все Так По моему Нормально Хотя Может Подальше Легко Отдалить Все Зашибись Теперь В Настройки Света Нажимаем Свет Здесь У нас Настройки Каждого Объекта Следовательно Да Убираем Более Глуб Убираем Здесь Это У нас Цвет Цвет Света Чуть Чуть Голубой Окей Жмем Уже Изменился Оттенок Яркость Выставляем На 80% Не надо Делать Ярким Слишком Свет У нас Вроде В нужном Положении Находится Отлично Теперь Знаете Все таки Глубину Текста Уж Увеличить Потому Что Не особо Или Просто Повернуть Потому Что Не особо Видно Что Он Такой Объемный Ну Ладно Так Все Да Свет Свет Нажимаем На свет Тень Ставим Поверхностное Будет Все ярко Все круто Отлично Ну что же Объекты Там более Кучно Расположены Можно Загородить Как-то Попытаться Те Те Отверстия Те Вот Все Так С светом Разобрались Вроде бы Вроде Ничего Не забыл Да Сейчас Посмотрим Попробуем Зарендерить Фрагмент Ну вот Собственно Что-то Получилось Вы скажете Что Да Есть Отличия Потому что Здесь Блики Какой-то Солнышко Яркий Цвет И Голубой Фон Фон Мы не будем Здесь делать Я так подумал Да Мы единственное Что давайте Все-таки Увеличим Наш 0 объект Ой Ну да Цвет Который Создали Мы Да Круто И Если вы хотите Для удобства Вот Создадим Камеру Остроим Любой Режим Ну например Здесь Нет-нет Нажмем Вот этот Камера Объект Камера Нажмем На вот этот Значок То есть Теперь мы Как бы Наблюдаем От камеры Мы летаем Мы камера Да На данный момент Все Вот И настроили Например Все Отлично И вы не хотите Больше Двигаться С этого места Но вам нужно Еще Работать Во вьюпорте Для этого Мы Опять Нажимаем На камеру На этот Значок Снимается Подсветка То есть Камера осталась На том же месте А вы Спокойно Двигайтесь И меняйте Что хотите Потом Нажали Снова На камеру Вернулись В то же положение Самое главное Здесь Не забывать Отключать А то вы Можете Просто С места Съехать И уже Не вернете Если даже Ctrl Z Нажмете Ничего Придется Заново Выбирать Нужную Позицию Вот Далее Что 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 Ну все Далее Нажимаем Настройки В Сохранить Выбираем Название Нажимаем Убираем Название Как вы Хотите Назвать Эту Композицию Да Эту Работу Текст В Формате Мы Выбираем Не JPEG Ну да Это Будет У нас Не Изображение А PNG Для Фотошопа В Настройках Ничего Тут Не надо Делать И Выбираем Альфа Канал Галочку Ставим Все Сглаживание Если хотите Можете Поставить Хотя Я Честно Не Особо Не Вижу Разницы Между Сглаживанием Не знаю У меня Особого Нет Нет Впечатлений От Сглаживания Ладно Так Только Здесь Не Перебрать Самое Главное Сколько Там Было 4 4 Вернем Все Как Было Ладно Ставим Нет Сглаживание И Сохранить Запомнили Да Далее Выбираем Куда Будем Сохранять Я Выбираю На Рабочий Стол Как Всегда И Закрываем И Теперь Просто Нажимаем На Рендер И Все И У нас Пошло Короче Рендерится Вот Ну Осталось Только Подождать Немножечко В Менеджере Изображений Вот В этом Окне Сейчас Если Поточнее Вам Скажу Рендер В менеджере Изображений Происходит Гораздо Дольше Ну Не Гораздо Но Значительно Дольше Чем Если Мы Заредерим Фрагмент Как я Делал Это До Этого Отлично Даже Как-то Вот Это Черно Белое Изображение Смотрится Симпатичнее Там Просто Все Контрастнее Как-то Да Может Единственный Минус Вот Оно Сглаживание Вот Оно Сглаживание Которого У нас Нет Нет То Если Мы Давайте Я вам Чисто Ради Пример Покажу Потрачу Своё Время Но Ничего Поставим Здесь Сглаживание Максимальное Выберем Вообще Там 4 на 4 Там 8 на 8 16 на 16 А Не будем Пока Сглаживание И Ну И попробуем Зарендерить Сейчас Посмотрим Что из этого Выйдет Ну Что же Вот Рендер Идет Собственно Давайте Приблизим И сравним Да Согласитесь Сглаживание Работает Может быть Незначительно И только На близких Расстояниях Как Как вы Видите И это Не максимальное Еще Сглаживание Если мы Сравним Ну Вот Согласивание Согласиванием Вот Без То есть Разница Есть Да Да Разница Разница Все таки Есть Так Ну Что же Давайте Закроем Да Теперь Мы Что Мы Должны Сделать Мы Должны Так Мы Должны Свернуть Свернуть Здесь У нас Появилось Изображение На белом Фоне Без Сглаживания Знаете Че Я вот так Подумал Давайте Все таки Поставим Сглаживание Все таки Не такое Большое Но Какое Должно Быть Вообще Это На ваше Усмотрение Да Ладно Сойдет Все Так Насчет Изображения Что-то У нас Что-то Тут у нас Есть Так Так Закрываем Это нам Не нужно Вот оно Наше Новое Изображение Которое Появилось Здесь У нас Не такие Яркие Контрастные Цвета Но Ничего Страшного Мы Исправим И Немножечко Видите Композиция У нас Вправо Куда-то Туда Ушла Да Это Не очень Круто Поэтому Я и говорил Настраивайте Камеру Как вам Угодно Посерединке В принципе Да 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 Все Далее Нам Необходимо Хорошо Вот Наскрыли Photoshop Нажимаем Файл Открыть И Рабочий Стол Здесь У нас Тест Открыть Прикрепляем К панельке Отличненько Так И Нажимаем Создать Новый Так Стоп Не видели Куда я нажал Вот сюда Нажал Нажать Выбрать Новый Слой Создать Новый Слой Под Низ Выкидаем Блин Если Вы Никогда Не работали В Photoshop Я даже Не знаю Мне Придется Объяснить Пошагово Что я делаю Что я делаю Слои То же самое То есть Если Например Я говорю Закрашу Если Это Для всех Кто не знает Например Закрашу Этот слой То Он внизу И поэтому Мы видим Наш Текст А если Мы поместим Его наверх То Не увидим Ну все Понятно Примерно Схема Да Отлично Так Отменяем Действие Ctrl Alt Z И Так Ну все Создаем Градиент Выбираем Здесь Градиент Право Окно Ковыш У вас Наверное Стоит Заливка И выбираем Здесь Градиент Нажимаем На Сам Градиент И Здесь Наверное Надо Нажать А Вот Сюда Значит Два раза Кликаем По Панельке По этой И здесь Выбираем Голубой Окей И до белого Все правильно Стиль Или как это Назвать Да Радиальный Градиент И Собственно Вот так Делаем Только здесь Надо нажать Инверсия Чтобы у нас Голубой Был Снаружи Так Вот Как-то Так Круто Далее Нажимаем Файл Открыть Так И здесь У нас В папке Фотошоп У меня есть Ну вы должны Скачать В интернете Это Свет Это Разнообразные Лучи Блики Света Которые Вы можете Найти В интернете Ну ладно Здесь Наверное Надо выбрать Давайте Выберем Фиолетовый Далее Я выберу Синенький Не Вот этот Это не надо И Ну и этот Тоже Пожалуй Открываем Ти-чин-чин Типунь Все Из инструмент Перемещения Убираем Кидаем На наш Объект Закрываем Кидаем Нашу Композицию Закрываем Еще раз Кидаем Нажим Композицию Закрываем Так Выделяем Наши все Объекты Зажатым Шифтом Подгоняем Под размер А Нажимаем Ctrl-T И Видите Появляется Такая рамочка Это Называется Редактирование Мы Уменьшаем Наш свет Отлично Ставим Галочку И Кидаем Все Эти Объекты Выше Слоя 0 Отлично Только Они Теперь Как-то Съежились Делаем Поуже их Чуть Применяем Выбираем В эффектах Экран И Выбираем Любой Свет Ну Точнее Свет Выбираем Вот так Переставляем Нужные Нам Места Собственно Увеличиваем Собственно Говоря Да Ctrl-T Нажимаю Я уже Об этом Говорил И Устали Туда Куда Нам Нужно Так Думаю Стоит Сейчас Поменять Местами Теплый Свет Наверх Да Далее Выбираем Сейчас Пониже Выбираем Так Снова Ctrl-T Уменьшаем И Раздвигаем Пошире Отлично Выбираем Здесь инструмент Ластик Увеличиваем Alt Нажимаем Правый Камыши В сторону И мы Увеличили Нажимаем Мягкость На 0 И Подтираем Чтобы Не было Четких Граней Выбираем Слой Точнее На котором Мы должны Который Мы хотим Подтереть Правильно И вот этот Тоже Правда Толком Ничего не видно Да Но на самом деле Все меняется Далее Давайте уменьшим Заливку Сначала Надолго На 55 В Здесь Специальных Таких Эффектах Я не знаю Как эта панель Называется Создает Новый Корректирующий Слой Или слой Заливку Отлично Здесь Черно-белое И Цвета Делаем Более ярким Какие у нас Здесь Голубой Синий Фиолетовый Более Контрастный Давайте Яркий Более Контрастный Не знаю Вы берите Сами Слои Черно-белые Заливку Уменьшаем У текста Восстанавливаем До 100 Что будет Что мы видим Ладно Пока нет Никаких эффектов Согласен В Свойства Мы можем Сделать их Более Яркими Или Тусклыми Более Светлыми Контрастными Круто Далее Но это пока Незаметно Мы можем Перенести Черно-белое Вот этот эффект Выше всех Слоев И тогда Этот эффект Будет Так же действовать Конкретно Для каждого слоя Выбираем Дальше Здесь Эффекты Кривые Кривые Да Этот эффект Будет Отвечиться Контрастность Контрастность Нашего Нашего Текста Оуе Круто Далее Далее Что мы делаем Что мы делаем Мы делаем Мы берем Кисть Создаем Новый слой Выбираем Здесь Так Не здесь Вот здесь Выбираем Цвет Давайте Ахаистый Дает Оранжеватый Ближе Даже И Обводим Наш Текст Я бы даже Сказал Ну да Обводим Посмотрим Что из этого Выйдет Здесь Выбираем Перекрытие И Или Да Да Перекрытие И Собственно Он стал Более ярким Но Косяки Косяки Видите Наверное Хорошо Берем Ластик И Подтираем Эти Ляпы Отлично Далее Для Текста Для Того Текста Для Нижнего То же Самое Делаем На этом же Слое Делаем Более Более Ярким Просто Такое Свечение Небольшое Да Можно сказать И Выбираем Далее Здесь Фиолетовый Цвет Попробуем Применить Что из этого Уйдет Да Вполне Себе Ничего Так Нормально Получилось По-моему Даже Круто Здорово Далее Далее Значит Слой Вот этот Градиент Я считаю Его нужно Сделать Более Ярким То есть Не таким Тусклым Отлично Ну вот Видите Вот Видны Вот эти Ляпы Такие Вот Прямоугольник Это все Берем Ластик Это все Из-за Из-за Нашего Ну вот Это вот Света Который Мы сюда Добавили Правильно Вот это Он все Делает Блики Вот Эти Итак Все Теперь Тоже Создаем Тоже Берем Здесь Функцию Градиент И Выбираем Вот такой Вот уже Готовый Градиент Не знаю Есть Создайте Сами Свой У меня Он был Готов То есть По умолчанию Видим Наборы Видите Нажимаем ОК ОК Здесь Убираем Перекрытие И Что это Так Как его двигать А его нельзя Двигать Ну ладно Все стало Каким-то Ярким Согласитесь Давайте Пожалуй Берем Его Сначала Попробуем Создать Другой Градиент Ну например Вот этот Перекрытие Ставим Ну может Быть Удаляем Так Понял Удаляем Еще один Градиент Ставим Ну поэкспериментируем Посмотрим Может быть Вот этот Сойдет Нет Сейчас Слишком Яркий Хорошо Удаляем Градиенты Ставим Снова Тон Берем Ластик Убираем Нажимаем На вот эту Белую Прямоугольчик И Втираем Яркие места Которые Очень Контрастные Нам Это Просто Не надо Отлично Но он Стал Более Ярким В кривых Мы Выбираем Свойства И Также Увеличим Контрастность Отлично Так Делаю Что-то Текст Очень Долго В Флайере В этом Выбираем Какой Нибудь Какой Нибудь Другой Другой Флайер Другой Свет И Собственно Тоже Ставим Экран Например Можно Удалить На мой Взгляд Вот Этот Делать Его Невидимым Потому Что Ну Как-то Он Не Особо Нужен А Мы Будем Использовать Этот Тимоль Здесь Такая Классная Полосочка Есть Уменьшаем Его Контрол Т Трансформировать Нажимаем Ластик И Подтираем Края Опять Здорово Также Я еще Делал Блики Такие Да Блики Сейчас Это уже Необязательно Я вам покажу Все-таки Какие-то Делал Значит Выбираем Прямоугольник Цвет Белый Можно Поменять И Рисуем Его Отлично Опять Контрол Т Переворачиваем Ну и Накладываем На текст Так Отлично Окей Далее Выбираем Ну давайте Посмотрим Перекрытие Например Да Нет Нет Не то Это все Не то Выбираем Обычное Заливку Уменьшаем И Получается У нас Такой Такая Полоса Блика Можно сказать Да То есть Можно Подтереть Его Ластиком Нажимаем Да Растрируем Вообще Пофиг Растрируем Вот собственно Я Я просто Добился Этих Этих Бликов Таких Бликов То есть Мы можем Теперь его Перемещать Эту полосу Такой Ну Как Как вам сказать Она Она такая Отражательная То есть То есть Это такой Рефлекс Для текста Можно сказать Ну В принципе И сойдет Да Теперь Я думаю Можно подрисовать Тени Это сделаем Мы следующим образом Убираем Здесь инструмент Затемнение И Так Какой выберем Как вы думаете Так Где наш текст Вот он Мы берем Наверное Цвет Голубой Отлично Вполне Сойдет Так Здесь Мягкость На ноль Отлично Таким Вот образом Подрисовываем Тени Интересно Да Так То есть Добавляем Тоже Контра Контрастность Соответственно Что-то я сейчас Нажал Осветляться Начало Да Добавляется Такая Контрастность Интересная К нашему Тексту Здесь Я думаю Тоже Потому что И вообще Свет этот Я думаю Немножечко Надо убрать От текста Потому что Даже Вот эти Новогодние Шарики Такие Получились Небольшие Да Такой Эффект Можно Как-нибудь Замутить Такую Композицию Такой Урок Если хотите Так Убираем Ластик Подтираем Потому что Чтобы Ну да Сойдет Вот Собственно Все Небольшой Урок Как сказать Небольшой Несложный Урок Да Достаточно Сложный Скажу Урок По этой Теме Да Ладно Всем пока Продолжение следует